И начнем мы с одного невероятного видео, на котором добрые люди спасли медведя. Это для нас с вами через экран кажется, что спасение Косолапова довольно редкий процесс, однако люди из города Черчилл так не считают. У них в городе даже есть специальная тюрьма для этих животных. Не переживайте, тюрьмой, если что, ее называют не потому, что мишки пребывают в ней большую часть своей жизни. Это место, по сути, является отдельным и специальным сооружением, которое рассчитано на содержание в нем белых медведей, представляющих угрозу для населения. Изначально в тюрьме было всего 20 клеток, а теперь их больше 28. Срок пребывания в заключении может составлять от 2 до 30 дней, однако если некоторых особей ловят уже не в первый раз, то этот срок может быть увеличен. Я понятия не имею, на каком счету был конкретно Косолапый из нашего видеоролика, но зато я знаю, что его выпустили на свободу почти сразу же, как только он впервые перешел порог тюрьмы. В ней его накормили, напоили, привели в чувства, а потом снова, на все том же вертолете, отвезли в естественную среду обитания. Хотели бы попробовать себя в качестве работника такой спасательной службы? Ну или просто хотя бы раз поучаствовать в спасении мишки? Следующая история по-настоящему тронет вас. На снимке мы видим женщину, которая помогает прийти в себя обезвоженному волку. Ему очень трудно, но человек не бросил его в беде. А вот как этот волк выглядит сейчас, настоящий милашка. Кто бы мог подумать, что крупный и должно быть умный муфлон не станет благодарить людей за помощь, а вот мелкий осьминог напротив. По словам его спасителей, когда люди находились на берегу, начался отлив. Никого в округе не было, никого, кроме него. Одинокий осьминог застрял в песке, и как бы он ни пытался, выбраться оттуда у него не получалось. Люди долго думали, как будет лучше ему помочь, и в конечном итоге решили взять баночку и поместить животное в нее. Затем они переместили осьминога в безопасную среду и дали время на восстановление сил. Как только животное пришло в себя, оно сперва дотронулось до ботинок человека, как бы выражая благодарность, и лишь после этого отправилось обратно в родную среду. Пожалуй, это самый милый ролик с участием осьминога, который я когда-либо видел. Кстати, об осьминогах. На самом деле это очень необычные и интересные создания, которые, например, едят свои щупальца, когда им страшно. А еще, по мнению некоторых экспертов, совершенно все осьминоги без исключений являются ядовитыми. Мол, внутри них живут какие-то бактерии, и от них-то и исходит яд. Просто у многих не хватает этой самой отравы, чтобы навредить людям, а потому мы принимаем этих особей за безобидных. Главное, не обрести излишнюю уверенность и не вступить в контакт с осьминогом с голубыми каемочками. Звать его синикольчатый осьминог, и это одно из самых ядовитых животных в мире. Когда этот осьминог обеспокоен, раздражен или испуган, на его коже проступают коричневые участки, а синие кольца приобретают более яркую окраску и переливаются. Обычно на теле осьминога насчитывают 50-80 колец. Питаются они крабами, раками-отшельниками и креветками, хотя чисто в теории могут одолеть почти кого угодно. Так, а теперь давайте сделаем небольшую паузу и заценим снимок от подписчика, которым со мной любезно поделились на днях. На нем изображен милый щенок, которого человек, по его же словам, подобрал на улице. Произошло это совсем недавно, а потому хозяин еще не успел придумать имя для своего нового питомца. Давайте поможем ему с этим. Оставляйте свои идеи в комментариях. Это, если что, мальчик. Двое родителей находились в воде и ждали, пока их детеныши переберутся к ним. Вот только малютки были слишком малы, а они чисто физически не могли преодолеть преграду. Люди со стороны заметили это, и один отважный человек все-таки решился им помочь. То, как парень проворачивал операцию по спасению, стоит вашего внимания. Особенно меня порадовала реакция одного из взрослых лебедей. Сперва он был против вмешательства человека и защищал своих малышей. Но как только увидел, что человек им помогает, то сразу же прекратил агрессию и позволил ему делать свое дело. В результате все трое оказались в воде, хоть с последним милашкой, и пришлось немного повозиться. Уж больно шустрым и пугливым он оказался. А сейчас я покажу вам самые безумные моменты с животными, снятыми на камеру. А теперь я хотел бы показать вам один крайне необычный момент, который произошел с охотником во время его последней вылазки в лес. Мужчина отправился на дело с любимой женой. Все прошло хорошо, и они уже планировали возвращаться обратно, как вдруг неизвестно откуда выбежал гигантский медведь. Косолапый устремился прямо за машиной, и вот уже почти ее догнал. Отец семейства находился за рулем, а женщина держала в руках фотоаппарат. Это было единственное, что у нее на тот момент было. Пропитавшись адреналином, она нашла в себе силы включить его и сняла нападавшего на камеру. Этот кадр был получен буквально за мгновение до того, как в голове Косолапого что-то промелькнуло, и он развернулся, оставив людей в покое. Я так думаю, что медведь просто отстаивал свою территорию, поэтому в определенный момент он по своему желанию отстал от людей. Тем не менее, это никак не сказалось на уже проделанной ими охоте. Люди и добычу сохранили, и целы остались, и к тому же получили невероятный кадр. Крылатые взломщики. Какаду – это такие попугаи, которые живут в Австралии, в Новой Гвинеи и на некоторых островах Тихого океана. В пределах природного ареала какаду приспособились почти ко всем типам наземных ландшафтов. От мангр и окраин дождевых лесов до редколесий. Но, судя по этому видео, одним из главных критериев для их жизни является наличие рядом мусорного бака. Даже когда жители отягощают крышу своих урн кирпичом или камнем, какаду находят способы сбить груз на землю. После этого голодные птицы могут взломать крышу клювом, подпереть ее головой или просто пройтись так, чтобы она полностью перевернулась на петлях. Самое забавное, что они еще и учат этому своих птенцов, как бы делая вклад в будущее своего рода. До сих пор непонятно, чем вызвано такое поведение этих пернатых. Ученые пытаются это понять, как-то объяснить с научной точки зрения, но все попытки пока ни к чему толковому не приводят. Если у вас есть свои версии на этот счет, обязательно делитесь ими в комментариях. Ласка. Дайверы – люди совершенно точно без капли страха. Мало того, что они погружаются под воду в районах, где плавают акулы и другие опасные для жизни существа, так они еще умудряются и гладить этих монстров, проявляя к ним ласку и заботу. Неужели у них даже мысли не проскакивает о том, что та или иная рыбина может быть не в настроении, и она возьмет да откусит дайверу его любопытный пальчик? На этом видео, например, мужчина поигрался с муреной. Муреной! Это же не какая-то там добродушная рыбка, а самая настоящая бездушная хищница. Эта жуткая морская обитательница постоянно находится в засаде, прямо как на этом видео. Она застывает в воде и ждет, пока враг подплывет поближе. Чтобы очередная добыча оказалась как можно быстрее рядом с муреной, она выдвигает специальные носовые трубочки, которые шевелятся, имитируя движение червей. В результате жертва оказывается у самого носа этого хищника и уже никуда не может уйти. Один резкий выпад, и вот перед муреной уже бездыханное тело. Укус этой рыбы очень опасен. Ее зубы не только чрезвычайно острые, но еще и очень грязные. Поэтому укус мурены может вызвать сильное воспаление. Кроме того, ее зубы еще и все в зазубринах, из-за чего, укусив врага единожды, мурена уже никуда его не отпустит. Гибкое и мускулистое тело мурены втиснется в любую щель и доберется до каждой понравившейся ей особи. Слушайте, а следующее видео я бы на месте хозяина заведения использовал в качестве своего рекламного ролика. На камеру в проезжающей к окну выдачи заказов машине попала забавная сценка. К ресторану подбежал енот и, немного стесняясь, стал дожидаться презента от работников. Судя по всему, такие отношения между ними – это не что-то новенькое, а вполне себе естественное и само собой разумеющееся. Ведь не прошло и одной минуты, как окошко открыла работница ресторана и протянуло зверьку свежий и теплый пончик. Обрадовавшийся енот тут же схватил его покрепче и, не задерживая очередь, скрылся в деревьях с ветерком. Во время поездки за город я постоянно замечаю в соседних машинах собаку или какое-либо другое домашнее животное, отдыхающее на заднем сиденье или высовывающее свою милую мордашку из окна. Для меня это стало чем-то обыденным и уже не может удивить. Думаю, со мной будут солидарны многие из вас, но поверьте, то, что я покажу вам далее, точно вас удивит. У главного героя следующего видео любимым питомцем является его домашний бык. В обычную машину, пускай даже грузовую, его вряд ли удастся поместить. Поэтому человек потратил время, силы и деньги на то, чтобы переоборудовать собственную. В итоге теперь у него есть полноценное место для быка и они могут ездить в город и обратно вместе, не переживая о транспортировке. Правда, есть один нюанс – их регулярно останавливают полицейские. Но, думаю, служители закона относятся к этой необычной парочке с пониманием. Поймал ритм Героем следующего видео стала Белуха. Кит, способный выражать эмоции при помощи мимики. И именно это, как вы уже поняли, он и делал на видео. Мужчина, находящийся прямо перед защитным стеклом, играл свою любимую музыку на саксофоне, а Белуха слушала и подыгрывала, местами даже танцуя в ритм и такт. Несмотря на внушительные размеры, Белуха – весьма ловкое животное, которое способно плавать на спине и даже задом наперед. Они вообще ни на кого не похожи. Не просто же так в 19 веке китобои прозвали этих животных морскими канарейками за разнообразие издаваемых ими звуков. Исследователи насчитали у Белух порядка 50 звуковых сигналов. Свист, виск, щебетение, клёкот, скрежет, пронзительный крик, рёв и так далее. А ещё из интересного про этих созданий они издают щелчки в ультразвуковом диапазоне. Эхо щелчков позволяет животному получать точное представление об окружающем пространстве и отлично в нём ориентироваться. Да и вообще, если хозяевам нужен кто-то более спокойный и нетребовательный к регулярным прогулкам, то надо смотреть в сторону игуан. Эти ребята, судя по данному видео, порой ведут себя ровно так же, как и собаки. Играют роль преданных и любимых питомцев, с которыми можно здорово провести время. Кстати, вы знаете, сколько вообще в мире видов этих созданий? Если верить источникам, их около 35. Каждый из них адаптируется под свою среду обитания. Например, у обитателей деревьев тело немного сжато по бокам, чтобы было удобнее лазать по веткам. Также у рептилий меняется окрас, делающий их максимально неприметными. Наиболее распространёнными в мире считаются зелёные игуаны. Эти существа хороши тем, что они вообще не хотят конфликтов. Когда на них нападают, те почти всегда просто дают дёру. Как говорится, быстрые ноги никого не боятся. Однако это не говорит о том, что их всегда можно обижать. Если того потребует ситуация, они могут вступить и в схватку. Игуаны шипят, кусаются, а также наносят удары тонким, как хлыст хвостом. Из-за этого даже самые грозные охотники джунглей опасаются взрослых особей. К тому же не так много шансов победить, если у тебя два глаза, а у твоего врага их три. Третий глаз у игуан, конечно, не такой, как вы думаете. Это скорее особый светочувствительный орган, помогающий им ориентироваться в смене дня и ночи. Но всё же он есть, и это здорово. Не зря индейцы майя считали этих рептилий воплощением божества, и у них даже существовал целый культ, посвященный этим созданиям. Но давайте ненадолго вернёмся к нашим любимым дайверам, ведь у них жизнь явно не менее интересна. Например, вот. Это видео было снято у берегов Британской Колумбии в Канаде. На ролике видно, как один из тюленей решает попробовать на вкус голову дайвера-оператора. Звучит это просто жутко. Слушая я эти новости без видеосопровождения, я бы накрутил себе такое. Но погодите, не надо терять сознание от ужаса. Ничего страшного на самом деле не произошло. По этому случаю были выдвинуты две основные теории. Одна говорит о том, что этот морской лев действительно хотел напасть на человека, но в какой-то момент одумался и пощадил его. Вторая, более правдоподобная версия гласит, что прикусывание новых друзей – это естественный метод знакомства для этих созданий. Не просто же так дайвер даже мышцей не пошевелил. Люди знали, на что идут. Идущий на смерть. И ожидали такого поведения со стороны тюленей. Хоть это все и смотрится слегка, жутко и пугающе, такова природа, и с ней стоит мириться. Мириться ровно так, как со следующей ситуацией. Группа туристов путешествовала на машине по сафари-парку и потрясающе проводила время. Для этого дела они арендовали специальный автомобиль, который выделяется своей особой вместительностью и отличной проходимостью по этим местам. Такая экскурсия предполагает очень тесный контакт с дикими животными. Настолько тесный, что порой люди просто теряют до речи от увиденного. В этом случае, к примеру, целая группа диких гепардов заинтересовалась проезжающей мимо машиной и решила подойти к ней поближе. А вскоре и вовсе залезла на нее, чтобы отдохнуть. Однако водитель автомобиля совершенно не нервничает, потому что знает этих гепардов уже не первый день. Пятнистые кошки испытывают к такому отдыху не меньший интерес, чем туристы к ним. К слову о гепардах, знали ли вы, что их скорость достигает аж 97 километров в час? И это даже не предел. В некоторых условиях они могут бежать быстрее. В это трудно поверить, но когда гепард достигает своей максимальной скорости, длина его прыжка начинает превышать 6 метров. И таким образом, животное более половины всей трассы проводит в воздухе. Кроме того, гепард способен разгоняться с нуля до такой невероятной скорости всего за 3 секунды, что просто не укладывается в голове. Белка-актер. И начнем мы сразу вот с такой вот необычной и милой белочки, которая в прошлой жизни определенно была отличной актрисой. Ее хозяйка Джо часто снимает белку на видео. Забавы ради, но в этот раз та выдала что-то экстраординарное. Боб, так зовут этого красавчика, решил инсценировать свою смерть. Взял швабру, которая стояла поблизости, и положил ее прямо на себя. Притворился, будто его кто-то таким образом прибил. Любопытно, как белка периодически вставала и поглядывала, не повелся ли кто-то на ее уловку. Понимая, что реакции было ноль, она ложилась обратно и продолжала прикидываться прибитой. Как вы думаете, почему это забавное животное так поступило? Начнем мы с одного крайне интересного снимка, на который я наткнулся в сети. Если верить комментариям его автора, то он был сделан во время сафари. К людям подбежал целый прайд львов и попросил воды. Двуногие, естественно, не смогли отказать зубастым и опасным кошкам. Впрочем, поступить как-либо еще тут было нельзя. Все-таки жизнь в диких условиях очень трудна, и помочь нуждающимся должен хотеть каждый. Люди дали беднягам воды, а те в качестве благодарности проводили их до безопасной территории, не подпуская к туристам никаких других потенциально опасных животных. Но не только кошки могут идти на перемирие с людьми и принимать от них подачки. Вторым необычным животным, которое отважилось на такой неоднозначный шаг, стала змея. Что именно это было за ползучая, я, увы, так и не понял, но она в любом случае не собиралась вредить человеку. Какой бы примитивной в наших глазах или опасной змея не была, она все равно достаточно умная и совестливая, чтобы не нападать из-под тишка на того, кто только что спас ей жизнь. А вы бы осмелились угостить столь крупную змею водой прямо из собственных рук? Напишите в комментариях. Жаль только, что автор видео не показал нам, как именно он решился на контакт со змеей. Зато на следующем видеоролике мы можем проследить уже за полноценной картиной. Здесь к двум добрым мужчинам подбежала маленькая и одинокая лисичка. Поразительно, что животное не боялось людей и даже не пыталось как-то от них скрыться. Напротив, оно само подошло к ним и как бы дало понять, что ему нужна помощь. Люди, разумеется, все тут же поняли и сняли с лисички эту надоедливую банку. Надеюсь, что впредь она будет осторожнее и не забудет этот жизненно важный урок. А то в другой раз добрых людей под боком может не оказаться. А вот чью жизнь, такой сладкой, легкой и в каком-то смысле беззаботной, я назвать совершенно точно не могу, так это жизнь черепах, что живут под водой. Им куда труднее добывать себе пропитание. А еще они подвержены множеству внешних факторов, вроде тех же паразитов или каких-либо инородных предметов, которые могут совершенно случайно взять и прилипнуть к их панцирю. А ведь под водой решает каждый лишний грамм. Из-за дополнительного груза животное может не успевать догонять потенциальную еду или просто не сможет скрыться от хищника. Короче говоря, это наполовину предрешает судьбу создания. Черепашка на нашем видео как раз была в числе тех, кому не повезло. К ней прицепилась какая-то странная штука, избавиться от которой без помощи сторонних лиц она, увы, не могла. Но тут, как в сказке, перед ней появился рыцарь на белом коне, а точнее добрый человек в костюме аквалангиста. Он сразу понял, в чем дело и помог бедной черепашке. После этого она с благодарностью посмотрела в его сторону, сделала пару кругов вокруг и уплыла обратно по своим черепашьим подводным делам. Пожалуй, если бы не видео, в такое событие никто бы не поверил. Так, а теперь давайте сделаем небольшую паузу и оценим котенка, которым с нами любезно поделился подписчик. Человек написал, что он забрал эту красоту из приюта совсем недавно, и все никак не может придумать ему подходящее имя. Это, если что, девочка. Оставьте свои идеи на этот счет в комментариях. Уверен, какая-то из них определенно понравится хозяину, и у котенка, наконец, будет достойное имя. Летучая мышь Так зовут нашего следующего гостя выпуска, которому потребовалась помощь человека. Этот ночной охотник был еще слишком юн, и, судя по всему, повредил крыло. Малютка не могла взлететь, а потому она оказалась обречена на смерть. Единственное, что ей помогло, так это добрая душа девушки, которая проходила мимо. По счастливому стечению обстоятельств оказалось, что она как раз занималась спасением животных, и у нее в рюкзаке было все самое необходимое для оказания первой помощи. Летучую мышь аккуратно сняли с ветки, обернули в мягкое и теплое полотенце, накормили, а также напоили. Прошло совсем немного времени, и малютка уже перестала кричать. Наверное, она почувствовала заботу, и страх внутри нее сменился на смирение и расслабление. Ее отвезли в реабилитационный центр, где помогли восстановить крыло и вновь оказаться в воздухе. Меньше чем через месяц эта летучая мышь снова оказалась в диких условиях, там, где ей и место. Остается надеяться, что навигация больше никогда ее не подкачает. Кстати, о навигации летучих мышей. Знали ли вы, что они умеют обнаруживать предметы, которые преграждают путь путем испускания неслышимых для человека звуков, а также улавливания их эхо, отраженное от предметов. До открытия ультразвуковой эхолокации предполагалось, что летучие мыши обладают экстрасенсорным восприятием. Их лишали возможности использовать зрение, покрывали крылья плотным лаком, чтобы лишить возможности чувствовать воздушные потоки. И они все равно избегали расположенных в экспериментальной камере препятствий. А вот у кого с выживанием явно куда меньше проблем, так это у бурого медведя. Это один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространенных представителей семейства медвежьих. Некогда его можно было встретить буквально по всей Европе, включая Англию и Ирландию. На юге его ареал достигал северо-запада Африки, а на востоке через Сибирь и Китай доходил до Японии. Сейчас, увы, все не так радужно, и мишкам приходится восстанавливать свою популяцию на большинстве территорий. В любом случае, где бы они ни жили, это в первую очередь лесное животное, которое считается всеядным, но по большей степени питается растительной пищей вроде ягод, желудей, орехов и травы. Тем не менее, порой обстоятельства могут загнать их в такие условия, спастись из которых становится невероятно трудно. И наглядный тому пример в следующее видео. На нем добрые рыбаки услышали рев медведей где-то среди воды и сперва не поверили своим ушам. Но чуть позже косолапые сами к ним подплыли. Люди, естественно, не могли бросить этих детенышей в беде. Они воспользовались сачками как поддержкой для косолапых и заметно облегчили тем жизнь. Так оба мишки смогли восстановить силы и успешно добраться до берега. Вот только как они до этого вообще оказались на такой глубине, никому не ясно. Неужели рыбалка у них настолько не задалась, что они уплывали все глубже и глубже? Животное из нашего следующего видео зовут Байкальская нерпа. И мне бы сразу хотелось вас предупредить. То, что вы сейчас увидите, имеет зашкаливающий показатель милоты. Поэтому будьте осторожны. Люди занимались зимней рыбалкой и абсолютно случайно встретили на своем пути крошечную байкальскую нерпу. Эта малышка была еще совсем юной. А потому защититься от медведя или какого-либо другого хищника, естественно, она бы не смогла. Повезло, что первыми она встретила именно людей, а не других животных. Но и пока вы продолжаете наслаждаться ее милым видом, я расскажу вам, чем закончилась ее история. И что это за животное такое вообще? История завершилась удачно. Нерпу отвезли в реабилитационный центр и вырастили в неволе. Тем не менее, она отточила все необходимые навыки выживания благодаря правильному курсу реабилитации и уже скоро вернулась обратно в естественную среду, где нашла новую и заботливую семью. Что же до этих животных в принципе, то они живут исключительно в пресноводных водоемах. По сути, они являются чем-то вроде русалок. Вверх у них кошачий, а вот низ рыбий. На суше подобный гибрид особой ловкостью похвастаться не может. Однако это не говорит о том, что он вообще ни на что не способен. Байкальская нерпа отлично умеет карабкаться по льду. В этом ей помогают кошачьи коготки и манера движения в стиле гусеницы. В то же время, стоит ей добраться до воды, и ситуация кардинально изменится. Она обретет всю ту ловкость и грациозность, о которой прежде могла только лишь мечтать. Да, в спокойном состоянии наша гостья будет плавать не быстрее, чем 8 километров в час. Но стоит ей попасть в напряженную обстановку, как она тут же заметно ускорится и сохранит свою жизнь. Для чего еще она умеет так быстро плавать? Помимо спасения собственной жизни, естественно. Ну как для чего? Для того, чтобы плотно есть, конечно же. Вибрисы байкальской нерпы хорошо улавливают добычу, мелкие и острые зубы отлично удерживают верткую и скользкую рыбеху, а вертикальный зрачок расширяется в темной толще воды для лучшей видимости. При этом спешить с поисками еды ей будет ни к чему, дыхалка у нее тоже замечательная. Ситуация на этом видео была уже не такой простой и однозначной. Слоненок собирался попить воды, но вместо этого он провалился в резервуар и застрял в нем. Выбраться оттуда без помощи окружающих он не мог, перепрыгнуть тоже, такова физиология слонов. Люди, в свою очередь, как бы сильно им этого не хотелось, тоже не могли оказать поддержку по щелчку пальцев. Все-таки это очень тяжелое животное, даже в столь юном возрасте. В результате местные были вынуждены звать на помощь всех, кто был рядом. Они построили целый механизм для спасения слоненка, а потом реализовали план предельно осторожно и аккуратно. В итоге животное оказалось спасено. То, как сильно слоненок был этому рад, можно проследить в его взгляде перед тем, как он ушел, а также в этом движении хоботом. А сейчас я расскажу вам, как то, что обнаружили животные, поразило людей. Странная находка. Мужчина по имени Терри Уолш вышел на прогулку вместе со своей замечательной собакой породы хаски по кличке Хелл. Их излюбленным местом, где они замечательно проводят время, всегда был парк в одном из тихих районов. Туда Терри вместе с Хелл и отправились. Только эти двое начали подниматься на холм, как вдруг они заметили в районе одного из деревьев чье-то одеяло. Мужчина тут же пробубнил себе под нос, мол, как это так, люди оставляют вещи без присмотра и таким образом мусорят в парке. А вот Хелл совсем иначе отнеслась к этой находке. Собака явно заинтересовалась этим одеялом не на шутку. Настолько, что Терри даже пришлось обнять ее, чтобы сдержать и не позволить рвануть к нему. Но сил у мужчины не хватило. В конце концов, Хелл вырвалась из его объятий и понеслась к одеялу. Уолш предположил, что ей просто очень интересно понюхать что-то новенькое, но дела были куда любопытнее. Терри увидел, как его любимица нежно подталкивает что-то носом и в этот же момент услышал детский плач. Он тут же бросился к Хелл и понял, что собака легла рядом с новорожденным ребенком, который до этого момента спал. Очевидно, что его бросила мать. Мужчина вызвал полицию и та чуть позже сообщила ему, что малыш родился в этот же самый день. Если бы не его добросовестная собака, с жизнью Крохи можно было бы попрощаться. Теперь малыша взяли под опеку, а мать объявили в розыск. Важно убедиться, что у нее все в порядке с головой, иначе она может натворить что-нибудь такое же страшное. Тигр. Как вы думаете, очень ли интересна жизнь таможенников? Тех людей, которые проверяют посылки при помощи собак и щек. Вот и я раньше думал, что это занятие неблагородное. Однако, как показывают случаи, с ними происходят по-настоящему удивительные истории. Одним днем на таможню привезли очередную партию посылок. Все они были в порядке, все кроме одной. К ней одна из ищеек постоянно испытывала особый интерес. И хоть на металлодетекторе эта посылка никак себя не показывала, ее все-таки было решено открыть. Оказалось, что внутри чемодана был спрятан маленький и милый тигренок. Этого бедняжку выловили в его естественной среде и решили перевезти через границу. Причем так бездарно. Неужели люди не понимали, что этим действием они ничего не добьются? И жизнь тигренка подпортят, и денег за него не получат. Короче говоря, детеныша достали оттуда немедленно. Напоили, так как он был обезвожен. И вернули на родину. Загадочный скелет. Саут-Уист – небольшой остров в архипелаге внешней гибриды Шотландия. Обычно в таких отдаленных местах не происходит ничего странного, или об этом умалчивают. Но в 2021 году в интернет все-таки просочился один интересный случай. По берегу острова рано утром прогуливалась девушка вместе со своей собакой. Они любовались Атлантическим океаном и просто хорошо проводили время, но даже и не думали становиться главными героями чего-то мистического. Собака внезапно сорвалась с поводка и бросилась туда, где обычно никто не ходит. Шотландка не понимала, что происходит, но все же последовала за своим питомцем, и уже через считанные минуты она не могла поверить своим глазам. Прямо на берегу им удалось найти чей-то таинственный скелет. Судя по фотографиям, это было очень крупное существо. Его позвоночник был длиннее и крупнее собаки, которую тоже нельзя назвать маленькой. Скорее всего, при жизни загадочное создание имело длину в несколько десятков метров. Жалко, что скелет сохранился не полностью, и остальные кости явно были смыты водой. Наличие других костей ускорило бы распознавание этого монстра. Как вы думаете, кто это мог быть? Кабаны-кладоискатели. Если вы думаете, что искать что-то ценное посильно лишь специально обученным животным, то вы глубоко заблуждаетесь. Кабаны-кладоискатели из Словакии прямое тому подтверждение. Эти дикие животные, ввиду огромного интереса, взяли и раскопали древний клад, датируемый 17 веком. Забавно, но дальше раскопок их интерес не заходил. Они просто потыкали этот мешок и ушли от него по своим делам. А вот пара супругов, которая после этого прогуливалась по лесу, не оставила его загнивать в сырых условиях. Она набрала специальной службе, занимающейся раскопками, и показала им все, что у них было. Сказать, что археологи были в шоке, это ничего не сказать. По словам ученых, этот клад не претерпел никакого вмешательства со стороны, разве что от диких кабанов. За годы своей работы никто и никогда не видел ничего подобного. Считается, что находку оставил один из древних купцов. Обычные крестьяне таких деньжищ в жизни в руках не держали. Вероятно, владелец поместил свое сокровище в мешок, уложил его в кувшин и закопал в лесу. Эксперты полагают, что хозяин спешил. Ямка была совсем не глубокой. Ученым лишь предстоит узнать, почему он спешил, кто это был и какую ценность несут монеты. Только вот я бы на их месте, прежде чем приступать к работам, отблагодарил кабанов. Как ни крути, все это стало реально лишь благодаря их любознательности. Кстати, о любознательности. Ею могут похвастаться не только дикие кабаны, для которых все в новинку, но и обычные семейные собаки, уставшие от монотонной жизни в четырех стенах дома. Одной из таких собачек была четвероногая по кличке Роузи. Она вышла на прогулку вместе со своим хозяином, и в тот момент, когда они проходили вдоль поля, в нее будто бы кто-то вселился. Роузи рванула вглубь высокой травы, и в какой-то момент хозяин даже потерял питомца из виду. К счастью, через пару минут собака сама нашла мужчину и сразу же дала ему понять, зачем она убегала. В зубах у Роузи был непонятный пакет, который забирать с собой вот так вот сразу мужчина побоялся. Он оставил его на обочине и ушел домой за специальным оборудованием. Он вооружился ножиком, щипчиками и аккуратно раскрыл содержимое. Оказалось, внутри пакета был не динамит, не старый носок и даже не обычный кирпич, а самый настоящий бриллиант. Не так давно одна из их местных фирм, занимающаяся продажей аксессуаров, устроила ивент, в ходе которого они сбросили с неба драгоценный камень. Суть этого ивента была в том, чтобы люди, сломя голову, бросились на поиски, не зная, где именно он находится. Реальные поиски шли довольно долго, но так ничего и не найдя, общество подумало, что вся эта акция фейк. А собачка и ее хозяин спустя месяцы доказали, что все они ошибались. Барсук Вообще, у животных, судя по всему, особый нюх на ценные монеты или какие-то камни. В этой истории главным героем стал барсук из Испании. Вместо поедания привычных червячков, насекомых и ягод, животные были вынуждены проявить изобретательность в поисках пищи. И кажется, один барсук отправился искать ее в местную пещеру. Там он и наткнулся на невкусные металлические диски. Для него это ничего не означало, а вот для двух археологов, которые сразу после него пришли в эту пещеру, это означало буквально все. Этот клад из двухсот римских монет считается одним из крупнейших в истории, когда-либо найденных в этом регионе. По мнению ученых, эти 209 монет входили в более крупный набор, в настоящее время исчезнувший. Скорее всего, клад спрятали в пещере в нестабильные времена. В пятом веке западная часть Астурии была захвачена с Вевским союзом племен. Может, это и заставило кого-то припрятать деньги. Следующая история произошла с обычными жителями штатов прямо у них дома. У семьи есть кот, любимец публики. Он известен всем соседям своей грациозной походкой и независимым поведением. Многие обожают каждое утро выглядывать в окно и смотреть за тем, как в одно и то же время этот пушистик патрулирует территорию вокруг дома. Вот только летом 2021 года что-то пошло не так. Кошка по непонятным для всех причинам начала пытаться пролезть под дом, будто она учуяла или увидела там кого-то. В какой-то момент ей это удалось, но уже через считанные секунды она вылетела оттуда пулей с растрепанным хвостом. Женщина, которая наблюдала за этим шоу из первого ряда, сразу же рассказала обо всем мужу, и тот отправился проверять это лично. Он опустился на уровень грунта и разглядел в кромешной тьме спрятавшегося гостя. Каким-то образом к ним под дом забралась пума. Бедняжка спряталась и, судя по ее поведению, сама была сильно напугана. Семья правильно сделала, что не пыталась освободить ее лично. Супруги вызвали службу по отлову животных. Те быстро прибыли на место и в течение пяти часов аккуратно ее оттуда доставали. Было важно не напугать дикое создание и в то же время не навредить фундаменту. Когда миссия завершилась, Хуму отвезли обратно в родную среду обитания и отпустили. Кота же щедро наградили. В тот день он всем доказал, что от его зоркого взгляда не спрятаться даже такому мастеру маскировки, как пума. Портал в проклятие Молодая семья завела крошечного котенка. Это милое создание безумно им нравилось. И, недолго думая, они решили снимать вместе с ним разные ролики, выкладывая это в интернет. Суть видосов была проста. Котенок прятался, а молодожены искали его. В один из дней, во время поисков красавчика, они обнаружили странную дыру на кухне. Что любопытно, хоть это место и было идеальным для пряток. Пушистик туда не заходил. Он лишь показал его своим хозяевам и более туда не совался. Помимо дыры, люди уделили особое внимание вот этим непонятным надписям, словно напоминающим какое-то древнее проклятие. В то же время, часть зрителей в это не поверила и сказала, что это обычные рисунки какой-нибудь маленькой девочки предыдущих жильцов. В любом случае, парень с девушкой достали этот рисунок и сожгли его, а дыру заделали. Как вы думаете, они правильно поступили? Или им нужно было сделать все по-другому? Новый житель. Радостный песель вернулся с прогулки и принес с собой осиротевшего щеночка. Ура, у нас пополнение, новый житель, подумали про себя дети. А вот взрослым было совсем не так весело. Они в тот же час поняли, что собака принесла домой никакого не щенка, а самого настоящего косолапого. Это было отчетливо заметно по его крохотным округлым ушам, плотной шерсти, розовому носу и, не по годам, мощным когтям. Люди тут же вызвали службу по защите животных, и те подтвердили их догадки. Это и вправду был медвежонок, которого бросила мать. Если бы та была рядом, собака никогда в жизни не подошла бы к ее дитя. А поскольку пес не просто подошел к косолапому, но и успел взять и донести его до дома, то, вероятно, родителей у медвежонка нет. Защитники природы забрали его к себе, поместили в инкубатор и назначили график питания. Они очень благодарны за то, что собака проявила материнский инстинкт и принесла домой без защитного кроху. Если бы не песик, то с жизнью Мишке было бы покончено. Преданный друг Пожилой мужчина и его верный друг Палому часто гуляют вместе. В Мексике об этой паре знают практически все местные. Мужчина, которому идет девятый десяток, испытывает проблемы с памятью, из-за чего верный четвероногий друг частенько подсказывает ему путь домой. Но в этот раз ситуация немного усложнилась. Семья не могла обнаружить своего дедушку в течение целого дня. Обычно такого не происходит. А если и случается, то дедушка ночует в соседней деревне. Но после звонка туда стало ясно, что про их родного человека никто не был в курсе. В этот момент все и поняли, что мужчина потерялся. Начались отчаянные поиски, которые долго не приводили ни к какому результату, пока на горизонте у людей не объявился преданный пес мужчины. Палому дал людям понять, что те должны следовать за ним, и повел их в сторону холмов. В конечном итоге собака привела группу прямо к дедушке, и те помогли доставить его домой. Если бы не четвероногий друг, найти мужчину настолько далеко от дома никто бы не смог. Гиены и львы – давние противники. Они охотятся на одну и ту же добычу и нередко делят территории, отчего возникают такие конфликты, как этот. На этих кадрах лев встретился с кланом гиен. Хищники зажали его в угол и вот-вот были готовы расправиться с ним. Еще бы буквально минута издевательств, и они напали бы на льва. Но лишь чудом царю зверей повезло – его рык услышали сородичи, которые пришли к нему на помощь. Завидев подкрепление, гиены разбежались, ведь с несколькими львами им не справиться. А на этих кадрах мы видим излюбленный объект любой гиены – падаль. Сначала к туши зебры подползает крупная ящерица, а вскоре приходит и гиена. Но вдруг ящерица огрызается и бьет гиену хвостом по лицу. Невероятно, но хищник не стал отвечать дерзкому грубияну, а просто принялся за трапезу. Гиена начала обгладывать тушу и утащила ее, но ящер пошел за ней. Уже на новом месте он продолжил размахивать своим хвостом и пытаться ударить гиену. Такое не каждый день увидишь. Пришло время поесть и для этой рептилии. Мы видим змею. Птицы пытаются прогнать ее от своих яиц, но, судя по всему, безуспешно. Уже вскоре змея начинает заглатывать яйцо. Все в ее фирменном стиле. Рептилия максимально широко раздвигает пасть и пытается слопать яйцо, которое в разы больше ее. Удивительно, но ей это удается сделать, хоть и с трудом. Ну а дальше начинается какой-то спектакль. Змея пытается скользить, несмотря на огромное яйцо внутри себя. Со стороны она напоминает какой-то живой шар для боулинга с хвостом. Впрочем, такая трансформация была недолгой. Уже вскоре змея немного сплющила яйцо внутри себя и протолкнула его дальше. Она все еще раздутая, но уже не такая шарообразная. Этой импалле не повезло. Она пила воду у водоема, не заметила крокодила и уже вскоре оказалась в его зубах. Крокодил схватил импалу, вытащил ее подальше на берег и начал кусать. Жертва тяжело дышит. Оно и понятно. Антилопа ранена. Она проживает последние минуты жизни в пасти крокодила и уже приняла свою судьбу. Или нет? Крокодил вытворил что-то невероятное и просто разжал пасть и ушел. Импале даже не пришлось ничего делать. Крокодил вдруг понял, что хищничество это не его и в момент стал веганом. Но если серьезно, то ученые считают, что поведение крокодила не такое уж и безумное. Он просто находился слишком далеко от воды, своей стихии, в которой чувствует себя прекрасно. Поэтому решил перестраховаться и не стал тратить силы на добычу. Мало кто любит бродячих собак. Ведь они неконтролируемые и могут напасть в любой момент. А могут наоборот защитить человека. Причем защитить от леопарда. В это было бы невозможно поверить, если бы не это видео. Мужчины занимались своими делами, как вдруг увидели приближающегося леопарда. Они попытались спрятаться в кабине грузовика, но одного из них леопард все же зацепил. Но вдруг он отпускает мужчину и сам пытается спастись. Ведь из-за угла эпично появляется целая банда бродячих псов. Стая собак спугнула пятнистую кошку и быстро охладила пыл леопарда. Под конец видео он выглядел и вел себя, как безобидный домашний кот. Просите, просите, мне конец, мне конец! Наверное, никто сам не станет нарываться на опасного и крупного хищника. Ну, разве что кроме автора этого видео. Он увидел в лесу настоящего медведя. Вместо того, чтобы притвориться мертвым или очень осторожно уйти подальше, он решил пойти за ним. Как будто этого было недостаточно, так он еще и пнул косолапого. Тот до последнего терпел и давал шанс. Но в итоге все же проучил наглеца. Медведь жутко зарычал и набросился на парня. Кажется, что после такого не выживает, но каким-то чудом парень остался жив. Медведь лишь прокусил ему руку. Легко отделался после таких наглых и дерзких действий. Ни для кого не секрет, что тигры очень мощные. Но представляете ли вы себе, насколько эти полосатые коты сильные на самом деле? Если нет, то этот хищник вам все сейчас покажет. Он не побоялся атаковать буйвола, хоть рядом с травоядным были десятки его сородичей. Правда, лишь один из них попытался помочь буйволу. Ну и еще один пришел для моральной поддержки, но все было бестолку. Тигр буквально за несколько секунд полностью нейтрализовал крупного буйвола, а потом еще и разогнал остальное стадо. В итоге ему все же пришлось отступить, но я уверен, поодиночке он расправился бы с каждым быком. Когда все успокоилось, тигр даже не стал возвращаться к своей поверженной добыче. Кажется, в тот день он просто тренировал свои охотничьи навыки. Да уж, от тигров и других опасных хищников стоит держаться подальше. Особенно от больших белых акул, которые кусают гораздо больнее и сильнее тигров. Но эта девушка так не считает. Смелая дайверша не боится плавать с огромной белой акулой. Причем она не только плывет рядом, но и периодически даже хватается за ее плавники. Сложно поверить в то, что такое вообще возможно. Кстати, обратите внимание, как в кадр иногда попадают дельфины. Можно сказать, это своего рода телохранители-дайверши. Если бы что-то пошло не так, они бы тут же вступили в бой с акулой и защитили девушку. Уж поверьте, дельфины вполне способны разобраться даже с самой опасной в мире акулой. Львы живут прайдами, и это все знают. Но эти львиные сообщества не такие дружные, как многие считают. Там практикуют изгнание. Здесь мы видим именно это. Два взрослых льва отдыхают в тени, когда к ним подходят молодые львы, их сыновья. Внезапно один из взрослых львов свирепеет и набрасывается на одного из молодых, устраивая тому взбучку. Так лев демонстрирует молодому хищнику, что не желает его больше видеть и что тому необходимо покинуть прайд. Молодой лев должен это осознать и уйти кочевать, чтобы потом захватить другой прайд или основать свой. И еще немного кадров со львами. Этот лев услышал шум гиен и пошел к ним. Он увидел, что они едят умершего слона и разогнал хищников, чтобы привезти своих сородичей и накормить их. Он их привел, но вот незадача. Убежали не все гиены. Самая хитрая из них забралась внутрь тела слона и решила переждать. Кажется, эта гиена видела фильм «Выживший», в котором персонаж Ди Каприо прятался в лошади. Только гиена делает подобное не чтобы согреться. Во-первых, внутри плотной туши слона она надежно защищена. Кошки не смогут пробраться к ней. А во-вторых, львы не смогут съесть всего слона и рано или поздно уйдут. А значит, хитрой гиене обязательно достанется мясо, которым не нужно будет делиться. Кстати, гиена умудрилась даже поспать внутри слона и поесть его изнутри. Вот это действительно удивительный момент один на миллион. Ну и напоследок, давайте взглянем на эти милые кадры, снятые на пляже. Мы видим пухлого тюленя, которому очень не хватает внимания. Вот он и решил не медлить и подружиться с собакой. Посмотрите, как мило тюлень положил на нее голову. Собака не против нового друга. Кажется, тюлень ей понравился. Еще бы, ведь они даже похожи внешне. Можно сказать, что тюлень – это морская версия собаки. Поэтому эти двое просто не могли не поладить. Чего только коты не придумают. Эти пушистики – те еще озорники. То овечек раззадорят, то над своими же собратьями поиздеваются. Например, тут мы видим трех котов. Двое на бортике этого резервуара с водой, а третьего пушистика они скинули вниз во время игры. Хозяин помог бедолаге, принеся лестницу. Но прежде чем отблагодарить человека, кот должен отомстить. Но неудачно. Он вновь падает вниз. А вот теперь карма вознаграждает его как следует. Обманным путем он заставил свалиться вниз своего обидчика. А на этом видео мужчина решил исполнить на гитаре какую-то композицию. Только вот его место занял кот, который крепко уснул. Гитарист бесцеремонно будет его, достаточно грубо скидывает и еще и ногой отталкивает. Это очень некрасиво, но подождите, сейчас карма настигнет его. Кот побежал наверх и как бы ненароком задел горшок с цветком, который упал на голову грубияна. Мне кажется, все это произошло не случайно, и кот специально сбросил горшок. Просто незаметно и мастерски. А вы что думаете? Я уничтожу этого кота! Короче, с котами шутки плохи, это мы все уяснили. Но вот с кем шутить не стоит вообще ни при каких обстоятельствах, так это с акулой. Парень из этого видео пытался привлечь ее, запуская руки в воду. Видимо, хотел рассмотреть поближе. Ну а раз так, карма готова дать ему такой шанс. Акула схватила его и сбросила в воду. Все запаниковали и уже начали думать, что ему конец, но все обошлось. Акула не нанесла ему серьезные травмы и уж тем более не съела. Просто намекнула, чтобы в следующий раз не шумел в воде кишащий хищниками. К слову о хищниках, вот еще один из них, всем известный медведь. И на этих кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, он занимается какой-то ерундой на чужом участке. Сначала пытается сломать забор, потом трется о него спиной и пытается оторвать какую-то резинку. За это карма его наказывает. Резинка отлетает с забора и хлестко ударяет его прямо между ног. Парни, которых били ниже пояса хотя бы раз в жизни, сейчас понимают всю истинную боль, которую пришлось испытать этому косолапому. Как видите, и у животных бывают такие ситуации. А эти медведи живут в зоопарке. У них тут всего в достатке, но порой им бывает скучно. Один медведь предлагает второму поиграть. С каждой секундой косолапый сверху становится все назойливее и уже начинает раздражать медведя снизу. И именно в этот момент он получает бочкой по голове. Не знаю, была ли это игра, которую он хотел, но успокоился медведь сразу. Однако не все это понимают. Тут обошлось без перебрасываний бутылками, но девушка подошла слишком близко к вольеру с обезьяной. И начала доставать ее, кривляться, передразнивать, странно разговаривать и так далее. Сперва примат терпел, затем снял с нее кепку, а когда девушка продолжила плохо себя вести, схватила ее за волосы. Чисто для профилактики. Как видите, это подействовало. Я еще могу понять, когда люди лезут к животным в зоопарке. Ими движет любопытство. Тут все ясно. Но я никогда не смогу понять вот таких людей, которые без причины бьют уличных собак. К счастью, карма защищает собак и выставляет грубиянов в дурном свете. Вот еще один такой грубиян, решивший, что собака – это какой-то мяч. Карма наказала и его. А тут человек решил, что он вообще бессмертный и попытался пнуть быка. Гигант отреагировал мгновенно и попытался буквально впечатать обидчика в клетку. Тот спасся лишь чудом, пусть и ценой своей шляпы. Еще хуже – пытаться выделываться перед быками в дикой природе, как это сделали участники этого видео. Они подошли слишком близко к Бизонам, и одному из них это не понравилось. Бизон попытался атаковать, и убегая, девушка упала. Кажется, она даже попыталась притвориться мертвой. То ли это помогло, то ли Бизон оказался добрым, но в итоге все обошлось. Как по мне, это урок на всю жизнь. Урок, что в дикой природе нужно быть очень внимательным и вести себя сдержанно. Не верю. Нет, веришь. Помните, сегодня я не раз называл собак друзьями человека. Некоторые из вас в эти моменты наверняка про себя думали. А почему только собаки? Коты ведь тоже всегда рады нам помочь. Уверены? Давайте посмотрим на видеоэксперимент. Мужчина, и по совместительству автор ролика, решил проверить, как будут вести себя его питомцы, случись с ним несчастье. Для этого он сымитировал свою смерть, причем достаточно эффектно, и установил камеру прямо перед собой. Поначалу кот, увидев лежащего без движения хозяина, издал недоумевающее «мяу». А затем приблизился к человеку и начал его обнюхивать, изредка прикасаясь и мяукая. Затем животное улеглось рядом с хозяином и уставилось в камеру, будто разгадав замысел. Эксперты уверяют, что обмануть животное, просто притворившись мертвым, невозможно. Любое животное, без сомнения, привлечет тот факт, что человек растянулся на полу и ничего не делает. Затем кошки, из любопытства обнюхав человека, понимают, что тело теплое, что человек дышит, а значит ничего страшного не произошло. Скорее всего, питомец решит, что человек просто устал и прилег отдохнуть, просто в немного странной позе с потрясающим шоу в виде отыгрыша своей смерти. Короче говоря, тест-эксперимент не удался. Вот от кого-от кого, а от уточек я точно не ожидал, что они тоже будут увлечены разными трюками людей. На этом видео мужчина решил вернуть в моду йо-йо. Взгляните на милых уточек, которые делали все, чтобы уследить за быстро движущейся игрушкой. То, как они усердно за ней наблюдали, это просто что-то с чем-то. В какой-то момент мне стало даже немного страшно за их шею, но, к счастью, все обошлось и никто не пострадал. Мужчина просто нашел своих лучших зрителей и готовых в любое время дня и ночи оценивать его скилл. А вот что готов оценивать круглые сутки лично я, так это новые фильмы в жанре хоррор. Если фильм годный, мое лицо прям один в один, как у этой собаки. Даже интересно стало, что такого она там смотрела по телевизору, что ее настолько сильно напугало. Некоторым людям для счастья нужно иметь дорогую машину, большой дом, жить где-нибудь на берегу моря и так далее. В то время тем же выдрам нужно просто быть в компании своего лучшего друга человека и наблюдать за его забавными фокусами. Мужчина сперва удивлял выдр фокусом с красным платком, который он прятал в фейковом пальце. После этого человек решил поразить животных еще больше и достал второй такой палец, надел его на левую руку и врубил эффект свечения, который передавался с одной игрушки на другую. Выдры не понимали, что все это фейк. Им казалось, что их хозяин, волшебник и главный маг человечества. Слушайте котов. А эта история приключилась с девушкой по имени Мишель Пирсон. Долгое время она жила самой обычной жизнью. Единственным человеком, с которым она делила квартиру, был ее муж. Детей пара заводить не планировала, из-за чего в момент им стало как-то не по себе, слегка неуютно. Решив исправить это недоразумение, молодые люди направились в приют и взяли там еще совсем юную кошечку, к которой сразу же подошла кличка Мия. Она росла у них несколько лет и постоянно радовала хозяев. Вечно была игривой, веселой, хорошо питалась и слушала команды. Но в один день ее настроение резко изменилось. Кошка перестала активно есть. Играть она больше ни с кем не желала, а когда на горизонте появилась Мишель, Мия подбегала к ней и аккуратно, лапкой царапала в районе груди. Поначалу девушка не придавала этому никакого значения, но когда настроение кошки не менялось уже несколько недель, она обратилась к врачу, рассказала всю эту историю и прошла медицинский осмотр. Каково было ее удивление, когда выяснилось, что именно в том самом месте, где ее царапала кошка, находилась опухоль. Благо, ее обнаружили на ранней стадии, и у Мишель были хорошие шансы с ней побороться. И все благодаря удивительному чутью Мии. Эль Паломо спешит на помощь. Собаки – лучшие друзья человека, особенно если человек находится в преклонном возрасте или страдает от какой-то болезни. Мужчина по имени Грегори Ромеро был на 85-м году жизни, когда с ним приключилась настоящая беда. У него была слабая память, настолько, что порой не мог вспомнить дорогу к родному дому. Несмотря на это, мужчина отчаянно сражался и специально устраивал себе долгие прогулки до соседней деревни и обратно. Семья привыкла к таким геройским действиям своего дедушки и особо на его счет не переживала. Стабильно он пропадал на целый день, уходил к друзьям, а потом возвращался в гораздо более хорошем состоянии. Но один раз произошло что-то странное. Мужчина ушел к друзьям и не вернулся. Ни через день, ни через два и даже не через три. Семья забеспокоилась, набрала его знакомых, но те сказали, что он даже не объявлялся. То есть, вероятно, дедушка заблудился уже по дороге к ним, из-за чего его маршрут в голове сбился. Дело передали полицейским, округу подняли на уши и всеми способами начали искать пропавшего человека. Пенсионер оказался не промах, поскольку спрятался он так хорошо, что даже общими усилиями обнаружить его не удалось. Возможно, мужчина так и остался бы совершенно один неизвестно где, если бы не его верный пес по кличке Эль Паломо. Стоило дать ему соответствующую команду, как он тут же выбежал на улицу и вернулся к полицейским с новостями. Пес провел их вглубь поля и показал, где находится Грегори. Дедушку вытащили из этих дебрей и вернули в родной дом. Он прошел курс медицинского обследования, восстановился и, по его личным словам, стал чувствовать себя гораздо увереннее и спокойнее. Как минимум из-за того, что рядом с ним есть такой верный и добрый пес. На этом все. Напишите в комментариях, какой случай удивил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.